Добрый вечер, уважаемые слушатели нашего учебного центра. Приветствую всех на нашем ежемесячном мероприятии День карьеры в области IT. Спасибо, что присоединились к нам онлайн и также приветствую тех, кто посмотрит нас в записи. Наш учебный центр на рынке образовательных услуг уже более 29 лет и за это время мы обучили более миллиона человек. Сегодня у нас в программе выступления компании-работодателя, а также экспертов Карина Султановой и Александра Пантелеева, которые нам также расскажут про ситуацию в IT-сфере. Сейчас вначале пару слов о нашей программе трудоустройства. Может быть какие-то опции наши слушатели этой программы найдут интересными для себя и решат ими воспользоваться. Ну, поскольку я уже сказала, что на рынке образовательных услуг мы уже давно и поняли, что наших слушателей надо поддерживать на пути их карьерного продвижения, карьерного роста, и для этого разработали вот такую программу. Первое в этой программе то, что все наши курсы практикоориентированные, мы всегда следим за рынком труда, которые требуют, чтобы у соискателей были не просто знания, а определенные навыки. Потому большая часть наших курсов – это не теория, а именно практика, оканчивая которой вы добавляете в свое резюме новые скиллы. Для тех, кто обучился уже и получил определенные навыки, выходит на рынок труда и зачастую сталкивается с определенными сложностями в составлении резюме, в правильном позиционировании себя на рынке труда, в прохождении собеседования. Для этого, пожалуйста, всех приглашаю на наш бесплатный курс «Успешный поиск работы», который ежемесячно у нас проходит. Ближайшие мероприятия 14 мая будет проведено. Ссылочки я все отправлю в чат немного позже. Также для тех, кому данного семинара недостаточно, могут воспользоваться индивидуальной консультацией. Также все вакансии от наших партнеров мы публикуем в наших каналах с вакансиями. И сегодняшние вакансии, которые представят наши спикеры, работодатели, также будут там опубликованы. Для вашего удобства три канала. Выбирайте любой. Ссылочки на них я также кину в чат. Вот мы проводим такие дни открытых дверей, на которых вы сегодня присутствуете. И хочу обратить внимание на такой новый формат, как Олимпиада по JavaScript, которую мы организовали для вас 16 мая. Всех приглашаю. Это важно для тех слушателей, которые заканчивают дипломные программы или учатся на определенных курсах по JavaScript. Если вы выходите на рынок труда без опыта, то это будет определенный бонус к вашему резюме. Участие в Олимпиадах, в хакатонах, в конференциях. Вам можете воспользоваться такой возможностью и дополнить свое резюме таким интересным мероприятием. Итак, давайте, пожалуй, сейчас перейдем к нашим работодателям. Итак, первая компания у нас выступает системный софт Алексей Родинков и Тимур Батридинов. Готовы передать вам слово, коллеги. Да, всем привет. Так, видна презентация? Да, видна, все в порядке. Супер. А камеру нужно включать? Или это, в принципе, за кадром остается, потому что я транслирую презентацию? Загисти не будет. Понял, понял. Ну, не суть. Коллеги, всех приветствую. Всех слушателей тоже приветствую. Меня зовут Родинков Алексей. Я руководитель отдела подбора персонала компании системный софт. И моей задачей сегодня будет рассказать вкратце о том, кто мы есть и вкратце, чем мы занимаемся. В этом мне будет также помогать Тимур, которому я в последующем передам слово. Кто мы такие? За 13 лет на IT-рынке системный софт превратился из интернет-магазина программного обеспечения в поставщика любого программного обеспечения и оборудования на всех сегментах рынка. Это и малый бизнес, и корпоративный, и большие и крупные клиенты. По цифрам у нас сейчас даже порядка 270 человек. По количеству позиций, которые мы можем предложить, здесь я даже не буду, наверное, точную цифру пытаться сказать, потому что она, как видно, более 100 тысяч позиций от наших партнеров. Здесь, наверное, скажу о том, что компания на той стадии роста, когда мы уже переходим плавно к статусу интегратора. Это то, куда мы плавными шагами идем и куда мы хотим прийти по итогу. На данный момент ежегодно мы активно продвигаемся и в открытых источниках, и на таких IT-порталах, как CNews и T-Advisor. Регулярно делаем пресс-релизы. Наши успехи можно отследить. Да, наверное, жаль, что эти цифры пока что двузначные, но мы идем уверенно, потому что, например, еще в 2019 году мы занимали, если не ошибаюсь, 42-е место в рейтинге крупнейших IT-компаний России, по мнению T-Advisor. То уже по итогам 2020, который, по сути, для многих стал достаточно проблемным годом, мы смогли вырасти. Кратко по структуре. Скажу, что, наверное, структура компании, не считая нашу поддержку бэк-офиса, делится на три больших направления. Это коммерческое направление, коллеги, кто помогает нашим заказчикам, которых уже порядка 40 тысяч, подбирать и программные продукты, и оборудование под их задачи бизнеса. Это департамент по развитию бизнеса, наши так называемые продуктологи, кто курирует нашу экспертизу в том или ином направлении. Допустим, в направлении информационной безопасности или в направлении каких-то инфраструктурных решений. И проектный офис, те специалисты, в которых мы сейчас особо заинтересованы, это технические специалисты и инженеры по, к примеру, внедрению. То есть по каждому направлению они отвечают, грубо говоря, за свои задачи, я дальше как раз, здесь задачи эти можно увидеть, но я перечислю те направления, в которых мы сейчас уже эти услуги реализуем, и те партнеры, которые нам помогают это делать. Если касаемо эти оборудования говорить, то это, естественно, Dell, HP, Lenovo, Huawei, IBM. Если говорим про систему автоматизированного проектирования, это саппорт, то бишь, графика и все, что с ними связано, это Autodesk, Solidworks и Siemens, где у нас уже достаточно большой штат технических специалистов. Это информационная безопасность, Positive Technologies, Checkpoint, Palo Alto, Fortinet, сюда надо было бы еще добавить. И, конечно же, инфраструктура и все, что с ней связано. Я, наверное, на этом этапе передам слово Тимуру, он об этом направлении расскажет поподробнее. Спасибо, Алексей. И будет понятно. И Алексей возьмет на себя трудную задачу переключения слайдов. Мы же IT-компания. Еще раз представлюсь. Тимур со сложной татарской фамилией Бадрет Динов. Как ее только не пишут и не произносят, не представляете. Я в компании «Системный софт» отвечаю за работу, во-первых, в департаменте развития бизнеса, о котором говорил Алексей, и отвечаю за развитие направления инфраструктурных решений. Следующий слайд. Соответственно, что мы в нашей компании понимаем под инфраструктурными решениями или инфраструктурным ПО? Ну, видите список производителей, он не конечный, он там, на самом деле, достаточно широкий, но ключевых вы и так можете узнать, Microsoft, VMware, Citrix, Red Hat, Nutanix, Sushi, Vim, ну и так далее и тому подобное. Это как локальный он-премис продукты, которые ставятся в инфраструктуре у клиентов, так и, соответственно, облачные сервисы, которые сейчас переживают буйный рост, и куда стоит вкладывать очень много усилий в самообразование, если вы этим занимаетесь. Иначе вы останетесь на обучении, скажем так, обучением. Следующий слайд. Немножко набросал схему, чтобы понимать, ну, одно дело, технические hard skills, которые, то есть вы знаете продукт или не знаете, умеете настраивать или не умеете, то, что проверяется делом, опытом, проектами, демо-стендами, пилотными проектами и так далее. Другое дело, что есть некие жизненные принципы, человеческие качества, которые очень важны, чтобы в нашей компании вам было комфортно. Ну, первый – это главный пункт, который, на самом деле, несмотря на пандемию и всеобщее желание изучать все, вся, везде и как угодно, достаточно тяжело найти человека, который действительно готов не просто что-то прочитать, посмотреть, но и потом это воспроизвести, применить на практике, то есть не просто заучивание, а уже реально какой-то практический опыт. И также очень важный пункт, что когда человек что-то действительно научился хорошо делать, он приобрел знания, умения, навыки, и он готов этим делиться, причем в той манере, когда это понимают другие люди, может быть, даже совсем незнакомые с этими технологиями, продуктами и решениями. Вот эти два ключевых качества, они очень важны для нашей компании, как это, может быть, неизбито звучит, потому что если вы хотите просто один раз чему-то научиться и больше никогда ничего не делать, ну, пандемия показала, что это в принципе бесполезно, и то, куда мы идем с точки зрения развития наших технологий, общемировых, и также развития нашей с вами обычной жизни предполагает, что континиус обучения – это уже неизбежная реальность, то есть учиться надо будет всем всегда и постоянно, но при этом правильно, не затрачивая на это там, может быть, все время, которое есть. Ну и про чувство юмора. Ситуация и до пандемии была, может быть, местами не очень хорошей с точки зрения экономики в России, и разного рода событий, не все довольны своей зарплатой, не все довольны положением вещей, поэтому воспринимать слишком себя серьезно и серьезно какие-то вещи, которые, ну, скажем, тяжелые для восприятия, лучше с определенной толикой юмора. Ну, это мой личный подход, и в целом он в нашей компании в целом процветает. Алексей не даст соврать. Не дашь же соврать, Алексей? Нет, не дам, не дам. Ну, хорошо, что не дашь. Идем дальше. На всякий случай сделал коротенький слайд, кто нам не подходит. То есть, если вы просто хотите, ищите тихую, спокойную гавань, где вам нужно просто получить в ведомство определенное оборудование, программное обеспечение, и вы будете просто его администрировать, ничего не будет меняться, все будет тихо, спокойно, комфортно, ну, как я говорю, как в болоте. То это не к нам, потому что мы IT-компания, мы постоянно изменяемся под запросы рынка, под запросы конкретных заказчиков, потому что у нас бизнес-процессы меняются, и нам необходимо всем внутри компании, даже бэк-офису, постоянно развиваться. Ну, а для инженеров это, по-моему, просто обязательная черта, готовность всегда что-то новое, какую-то вершину для себя открывать. И если у вас все хорошо на текущем месте работы, вы просто хотите посмотреть, ну, как бы, а вдруг мне предложат еще больше денег, простите за прямоту, ну, наверное, тоже это не наш сценарий, лучше спокойно наслаждайтесь тем, что у вас есть. Алексей. Какие у нас на текущий момент основные вакансии есть? То, что говорил Алексей, напомню, кто прослушал меня, заснул в середине, либо подключился не сразу. У нас есть разные вакансии, не только по инфраструктуре, есть и специалисты по информационной безопасности для работы и развития бизнеса, есть и по САПРу, ну, и так далее, и тому подобное. То есть мы здесь показываем только небольшой кусочек, который сейчас есть. Нам нужно как минимум три человека, это три человека, у которых есть вот примерный опыт релевантный во внедрении, настройке, использовании, обслуживании тех или иных продуктов. Они перечислены, я думаю, те коллеги, которые либо обучались, либо, соответственно, ну, просто знают, что это за продукты, им объяснять это не нужно. Отдельно скажу, что эти продукты, это как бы не статус-кво, вот, ну, что это навсегда, вот вы знаете только это, и больше вас никуда не пустят. Естественно, у нас приветствуется всестороннее развитие, у нас достаточно бесплатных курсов партнерских, которые предоставляют нам производители и вендоры, у нас достаточно и там своего бюджета на обучение, авторизованное, в том числе уважаемые компании, специалисты. То есть в любой момент вы можете, изучали всю жизнь, в МВ решили изучить Microsoft, там, немножко или чуть-чуть, или сильно, это нормальная процедура. Идем дальше. Какие задачи в основном будут решать человек, который попадет на такую позицию? Есть три основных блока. Сразу скажу, что по финансовой части есть окладная часть, фиксированная, которая выплачивается вам в белую каждый месяц. И, соответственно, есть переменная часть, премиальная, которая зависит от объема часов, которые вы тратите на ту или иную задачу. Вот три основных блока, которые встречаются чаще всего, в таких задачах я описал. С одной стороны, обучение мы вам гарантируем и будем даже вас заставлять обучаться. То есть здесь никакого сидения на месте и, боже мой, дайте мне какой-нибудь курс, чтобы я хоть что-то новое изучил, не будет. Скорее будет проблема выбрать из того, что все это есть. И будут наперегонки разные вендоры это предлагать. Мы говорим как про платное обучение с нашей стороны и сертификацию, так и, естественно, бесплатные какие-то курсы, которые, ну, скажем так, в общем доступе их не найти, они есть только у нас. Это тоже есть. Есть внутренняя база знаний, естественно. Есть у нас свое демооборудование, на котором можно протестировать, проверить, какой-то пилот сделать, проверить, развернуть технологию, понять, что она работает, либо наоборот не работает и так далее и тому подобное. Ну, по сути, R&D, Research and Development, которым компании IT всегда должны заниматься, чтобы не отставать от своих же клиентов. Консультировать заказчиков, по сути, это означает, что вы должны помогать нашему коммерческой дирекции, то есть нашим менеджерам по работе с клиентами, чтобы решать те задачи, которые ставят перед ними их заказчики, наиболее эффективным, полезным способом, то есть предлагать варианты, как это можно сделать, каким образом здесь такое решение использовать или такое. Ну, то есть здесь нужно становиться экспертом, и это только приветствуется. Ну и демонстрации, по сути, это, думаю, классическая история, когда нужно показать, что решение действительно вот так работает, а не просто на бумаге или в электронном виде об этом рассказывает производитель. Ну и третья часть, естественно, если понадобится реализовать какой-то проект, настроить, внедрить, развернуть решение или оказать какую-то поддержку, то, естественно, это тоже часть задач инженеров. Дальше. Примеры проектов, чтобы было, может быть, перед глазами, а может быть, сразу на карандаш, то, что чаще всего спрашивают наши клиенты, это тоже некий анализ рынка, скажем так, то, что мы видим каждый день, каждый квартал. И, ну, это не по очередности, это скорее просто вот так, есть там 6, там есть и 7, и 8, и 10, и 20, и другие типы проектов, опять же, например, по информационной безопасности, которые сюда не попали, но у них тоже очень много запрашивается. Это то, чем, ну, приходится заниматься. И то, что в этом году и в следующем мы видим, что запросы на это идут и будут расти. Естественно, отдельно скажу, что тема, связанная с VDI, то есть виртуальными рабочими местами, из-за пандемии она просто, не просто всколыхнулась, она взорвалась, и сейчас эти запросы, ну, буквально заполонили все эти компании в том или ином виде, ну, как и средства совместной работы, не будем пальцем показывать, компания нас с Алексеем, дальше идем. Ну, и заканчивая на этой всей ноте, если у вас есть вопросы, конечно, мы все еще здесь, мы не уходим, готовы в чате отвечать, либо там персонально в почту, либо голосом. У нас приветствуется всестороннее развитие, как горизонтальный, то есть переход между разными отделами, так и вертикальный, что вы прокачались настолько, что только что стали не просто инженером, становитесь ведущим инженером, потом, возможно, там, руководителем какого-то направления технического, например, только там по Red Hat, ну, условно я утрирую, либо вы можете вообще перейти в другой департамент и заниматься какими-то другими задачами, это нормально, и главное, что сейчас мы однозначно приемлем любой вид работы, то есть как гибридный, когда вы приходите в наш офис, красивый, модный, молодежный, так и, соответственно, когда вы работаете полностью там на удаленке, из дома, там, где есть интернет, и там, где желательно, чтобы был московский часовой поезд, потому что, ну, это синхронизация со всей компанией и с большей частью наших клиентов. При этом, где вы территориально находитесь, там, в Москве, не знаю, в Казани, в Волгограде, или еще где-то, это не принципиально, главное, Нам интересен результат и то, как вы относитесь к своей работе. В принципе, наверное, все, Алексей, может быть, ты чем-то меня дополнишь. Да, я дополню буквально одним моментом. Говорилось о том, что, ну, какие-то форматы стажировки приветствуются обычно после, там, прохождения курса в учебном центре. Мы такую, скажем так, стратегию не отметаем, она нас тоже интересует и над ней сейчас активно думаем. В любом случае, как только мы придумаем, как это будет выглядеть, я думаю, я оповещу Ольгу и специалист о том, что такая стажировка открывается. Да, мы будем очень ждать, потому что это очень актуальное направление для нас и для наших слушателей. На самом деле так. Ну что, друзья, задавайте вопросы. Сейчас как раз есть такая возможность и от всех хочу добавить, что за все дни карьеры вы такая самая неформальная и с юмором компания. Нам очень это льстит, спасибо. Да, это подкупает. И еще попрошу вас, если можно, ваши контакты в чат скинуть, чтобы слушатели тоже могли себе их забрать. Я тогда выключу презентацию, вопросы жду и сейчас параллельно буду скидывать контакты. Конечно, если вопросы есть. Уважаемые слушатели, задаем. Я вот вижу, что кто-то печатает свой вопрос. Можно, в принципе, включаться голосом, задавать. Я прошу прощения, но нет возможности отправить сообщение. Да, я почему-то... Да, но оно не отправляется. Так, сейчас попробуем. Могу ничего сказать по этому поводу. К сожалению, прелести работы вот в таком неизвестном программном обеспечении. Так обычно у нас в гоуту-митинге все проходит и завтра уже у нас все восстановится. Хорошо, я думаю, что, уважаемые слушатели, если какие-то у вас необходимые будут контакты, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Кто будет смотреть нас в видеозаписи, контакты были на экране. Вот я вижу, что вот у Алексея получилось. Отправите? Да, я контакты отправил. Соответственно, хочется верить, что наша презентация с Тимуром была исчерпывая. Но в любом случае я на связи и готов ответить на любые вопросы. Коллеги, спасибо большое. Спасибо большое. Переходим тогда к следующей компании. Tantos Solutions Донченкова. Ольга, сейчас я включаю вашу презентацию. Можно начинать. Да, спасибо, Ольга. Добрый вечер, дорогие участники дня карьеры. В начале своего выступления я бы хотела поблагодарить Ольгу и коллектив учебного центра «Специалист» за организацию данного мероприятия и возможность рассказать о наших компаниях и привлечь молодых, энергичных специалистов. Ну, а теперь я хотела бы перейти к презентации. Второй слайд, пожалуйста. Наша компания Tantos Solutions достаточно молодая, нам всего 5 лет, и мы входим в группу компании «Авилекс» системного интегратора в отрасли информационных и аудиовизуальных технологий. В настоящее время, как предыдущий выступающий обозначил, очень востребованные в IT-технологии проекты, и наша команда приглашает себе новых сотрудников, тестировщиков и программистов. Третий, пожалуйста, слайд. Прежде чем рассказать о наших проектах, я позволю себе предположить, что каждый из вас хоть раз пользовался услугами многофункциональных центров, а следовательно знаком с электронной очередью, которая включает в себя выдачу талонов с номерами, выведением их на табло и оформлением результатов оказания государственных услуг специалистами МФС. Так вот, данный продукт является непосредственной разработкой нашей компании Tantosolutions. И с учетом стоящих перед правительством города Москвы как с нашим непосредственным заказчиком задачами о повышении качества оказания государственных услуг, наша работа по совершенствованию данного продукта находится в постоянном разработке. С другим нашим значимым проектом знакомы те, у кого дети непосредственно обучаются в школах города Москвы. Следовательно, они знакомы с интерактивными досками. Так вот, непосредственно софт для данных досок является также разработкой нашей компании. Учитывая, что учебный процесс это систематически развивающийся процесс, мы активно занимаемся разработками и внедрением новых технологий непосредственно в данный продукт. коллеги, прошу прощения. Четвертый слайд, пожалуйста. Нашими заказчиками партнерами являются не только государственные, но и коммерческие структуры. В настоящее время мы активно работаем по проекту Стиньков Банк и другими заказчиками, что дает нам основания говорить о долгосрочных и перспективных, а главное очень интересных в эти сфере проектах. Пятый слайд, пожалуйста. реализация проектов на высоком уровне невозможна без создания достойных условий для команды. И наше руководство очень активно работает в этом направлении. Буквально неделю назад мы переехали в новый офис, расположенный в бизнес-центре Поварис, расположенный на Дербеневской набережной, современный, очень уютный офисный центр, который достаточно удобно расположен, шаговая доступность от метро Повелецкая и Пролетарская. Также от бизнес-центра ходят бесплатные автобусы, что достаточно комфортно для персонала. Компания Tanta Solutions действует только в правовом поле, поэтому оформление с первого дня осуществляется в рамках трудового кодекса. Выплаты заработной платы производятся два раза в месяц. Все социальные аспекты, предусмотренные законодательством, нами реализуются. Выдача полиса добровольного медицинского страхования осуществляется после успешного прохождения испытательного срока. При этом полис включает в себя достаточно широкий перечень лечебно-профилактических учреждений вместе со стоматологическими клиниками. Шестой слайд, пожалуйста. мы очень ждем свою команду программистов и тестировщиков и условия вакансии вы можете посмотреть как непосредственно на слайдах, так и на площадках и каналах учебного центра специалист. Мы рады будем видеть команду вас и если вы присоединитесь, примите такое решение, мы с вами вместе будем делать то, чем будут пользоваться миллионы жителей города Москвы. Спасибо за внимание. Ольга, спасибо. Давайте сориентируем наших слушателей, какого уровня тестировщики вы готовы брать в команду? готовы вы брать небольшим опытом или после наших дипломных программ по тестированию? Да, мы готовы обучать и развивать наших сотрудников, специалистов. Основное требование, которое мы предъявляем кандидатам, это понимание базовых принципов построения структур программных и все остальное это личностные качества человека, желание развиваться. И вот хотела по программистам задать вопрос, тоже давайте сориентируем программист по какому направлению? Может быть какой-то у вас стэг есть? Java разработчики или это разработка на каком языке? Да, Java. Отлично. И еще хотела уточнить, вот уважаемые слушатели, есть контакты Ольги, можете писать на почту, отправлять свое резюме, либо по телефону звонить. Я тоже попрошу вас продублировать чуть позже в чат, когда будет возможность. ждем ваших вопросов. Уважаемые слушатели, пишите пожалуйста. И как всегда я традиционный вопрос задаю, как у вас компании со стажировками? давайте будем это рассматривать в частном порядке. Сейчас я не готова ответить на этот вопрос, но мы готовы рассмотреть. Скорее вы подтверждаете допустим мою гипотезу и мой совет, который даю всем нашим выпускникам, что в любой компании, где есть опытные IT-специалисты, в принципе, есть возможность попасть на стажировку, все зависит от ваших личностных качеств, от вашего желания попасть в компанию, в общем, от еще многих обстоятельств, их также и определенных навыков. Надо пробовать и всегда в индивидуальном порядке все это может быть рассмотрено. Конечно. Хорошо, спасибо большое, Ольга, я тогда вопросов не вижу, наверное, у нас собрались очень интроверты сегодня, может быть у кого-то проблемы с тем, чтобы писать в чат. Я предлагаю переходить к следующему спикеру. Спасибо. Спасибо большое. Следующий наш спикер Александр Пантелеев, наш эксперт, разработчик, а также преподаватель наших курсов по PHP и который, так скажем, преподаватель практик. Александр, вы на связи? Сейчас мы попробуем включиться. Слышно меня? Да, вас слышно. Я тут с пути, все-таки майские праздники сложились, интересно, а наступающие Москва не едет никуда. Вот, но я с вами, сейчас я пробую экран свой показать, если получится, может быть, о, получилось, по-моему, мне кажется, почти. Есть? Да, все видно. Отлично. Я попробую очень коротко рассказать про техническое собеседование. Давайте начнем с того, кто вообще я такой. Я, в первую очередь, программист, у меня 8 лет опыта на бэкэнде веб-разработке, работал в разных IT-компаниях, в крупных, сейчас в банке работаю. И в последнее время я преподаю, преподаю специалисты, мне это дело очень нравится, так что делюсь самим опытом своим. Очень часто я также нанимаю людей на работе, провожу технические собеседования, проверяю тестовые задания, подбираю команду в том числе. Поэтому мне есть с чем с вами поделиться. Итак, все-таки начнем, наверное, для начинающих больше нашу тему заворачивать, потому что у джуниор-разработчика и у синьор-разработчика абсолютно разные вопросы на собеседование. Поэтому поговорим о джуниор-разработчике. Техническое собеседование все-таки. Скорее всего, перед вами техническое собеседование будет проводить человек технически. Да, будет либо другой разработчик, либо СТО, либо там TeamLead, что-то такое. Вряд ли техническое собеседование будет проводить HR. Поэтому этот человек будет максимально к вам расположен. Более того, он будет только за дело спрашивать, и другие вещи ему будут неинтересны в целом. Вопросы, конечно же, основные будут задаваться по языку программирования, на которое вы пришли. Если вы пришли по JavaScript, например, то вас будет спрашивать по приведению типов, такие вопросы сложные есть, прототипы, все такие основы языка, которые не очень очевидны на первый момент, вам обязательно эти вопросы зададут. Если это PHP какой-нибудь, то ООП обязательно вас погоняет по ООП 100%, может быть, по ссылкам немного погоняет и так далее. В общем, все зависит от языка. Свой язык программирования, конечно, вы должны знать хорошо, потому что даже если вы джуниор, и вы не знаете свой язык программирования, вам делать в профессии нечего. Даже минимальное требование к джуниору это 100% знание своего языка программирования. Вы должны хорошо ориентироваться в своем языке программирования, знать, какие у него есть возможности, что можно сделать, что нельзя сделать, и какие вещи, как решаются. Это прям must have. Дальше, конечно же, вас будут спрашивать различные смежные вопросы, которые имеют отношение. То есть, например, для бэкэнда. Если вы на бэкэнд пришли, конечно, вас погоняет по базе данных 100%, вас погоняет по серверным технологиям, по протоколу HTTP и так далее. Если это фронтенд, то по-любому будет верстка, отчасти UE-компоненты, понимание всего компонентного подхода. В общем, смежных вопросов будет тоже много. Вы должны понимать, как ваш язык работает с системами сборки. если они есть в языке. Это тоже смежный вопрос. Должны понимать, какие у вас есть менеджеры пакетов в языке. OpenSource какие-то проекты должны понимать. Какие возможности тоже существуют вокруг вашего языка. Насколько мощная комьюнити, какие есть фреймворки, что с ними можно делать и так далее. То есть, обязательно все это будет спрошено. компьютер сайенс очень редко на российском рынке, почти нигде не спрашивают, в Яндексе точно спрашивают, а так я почти больше нигде не встречал для позиции джуниор, чтобы спрашивали про компьютер сайенс. Что такое компьютер сайенс? Это та самая классическая информатика, связанная со структурами данных. Бывает, спрашивают, но поскольку редко, на этом не будут заострять внимание. и как подготовиться к компьютер сайенс вопросам, в интернете миллион существует подсказок. Попросят порешать задачки. Это может быть и для джуниора это может быть очень сложной задачей. Не пугайтесь, если вас просят решать задачки. Все понимают, что вы только-только начинаете свой путь и очень сильно волнуетесь. То есть, никто не будет стоять с автоматом и говорить, давай быстро решай. Вам, наверное, дадут нормальное время и более того, будут помогать. эту задачку решить. Поэтому плотно работайте со своим интерьером, потому что он вам точно поможет. Его задача все-таки увидеть, как вы можете решать задачи, а не насколько вы нервничаете, не нервничаете. Поэтому возьмите себя в руки, с ним повзаимодействуйте, он вам будет точно помогать. То есть, он ваш друг в этом вопросе. И тестовое задание вам дадут либо по итогу технического собеседования, либо, что обычно происходит. Тестовое задание просит выполнить до технического собеседования, и уже по проверке этого задания принимает решение общаться с вами или не общаться. Если по итогу техсобеседования вам не выдали тестовое задание, это повод задуматься. Вообще, что это было и почему его не выдали. И, возможно, если вы не понравились интерьеру или плохо отвечали на вопросы, поэтому не хотят давать тестовое задание, все равно тестовое задание это ваш последний шанс. Попросите его, скажите, ну, блин, ну, вот, разнервничался, сложно мне на собеседовании, дайте мне тестовое. Потому что в любом случае мы всегда смотрим на как специалист может решать задание, которое ему дали, да. Поэтому на тестовое задание я бы прям особое внимание обратил, если его не дали, просим, если дали, делаем хорошо, тратим на это нужное время, обязательно делаем тестовое задание. Вот. Это основное, что спрашивают на техсобеседовании, но какой же еще вопрос тут хочется задать, а как на него попасть? Как попасть на техническое собеседование? А на техническое собеседование попасть вы все равно сможете только через HR, поэтому вам нужно для этого резюме. И мы переходим к следующему слайду, что писать в резюме, чтобы вас позвали в принципе на работу. К сожалению, на российском рынке, и так было прям, сколько я себя помню, нет особого желания нанимать начинающих разработчиков компании. Все хотят нанять уже кого-то с опытом, вот, и хотя бы, хотя бы с годичным опытом. Но тут есть такой интересный нюанс, что люди с годичным опытом, они уже очень часто себя высоко ценят, они уже понимают, что на рынке очень высокий спрос на людей с годичным, двухгодичным, трехгодичным опытом, и они хотят большие зарплаты уже. И если они более-менее хорошие разработчики, они могут на это претендовать. Поэтому очень часто компании не могут найти людей с опытом один год на ставку там, ну, 80-90 тысяч, прям, ну, сложно это сделать. Вот, поэтому они готовы рассматривать на эту позицию талантливых начинающих джуниоров, прям, совсем, у которых опыт разработки 3-6 месяцев. Но откуда вам этот опыт взять, если вы, блин, никогда не работали в IT? И это не совсем замкнутый круг, потому что ваш опыт на самом деле это все те проекты, которые вы реализовали. Вы могли реализовать проекты для друзей, могли реализовать проекты, пока учились, могли реализовать опенсорсные проекты, какие-то пэт-проекты, это все пойдет в ваш опыт. Вот, и, пожалуйста, напишите, что он у вас есть, хотя бы 3-6 месяцев, иначе вас никогда не пригласят на собеседование. Ну, или вероятность этого будет очень низкой. Поэтому придумайте себе этот опыт по фрилансе, если надо, сделайте какие-то пэт-проекты, наберите себе портфолио, пишите опыт и идите на биржу труда, и все получится. Если у вас указано хотя бы 6 месяцев, у вас будет очень много желающих вас проинтригировать после этого. Конечно же, мы описываем все навыки, все, что мы знаем, пишем в резюме, потому что очень часто HR не понимает, что вообще происходит, что такое программирование, что такое стеки, какие существуют эти стеки, какие там комбинации существуют и все эти навыки. Обычно это происходит следующим образом. Подходит HR к CTO, говорит, что тебе нужно, CTO выплескивает все, что ему нужно на бумагу и пошло. Вот. Ну, не везде так. В компаниях, где процессы хорошо построены и уже найм до одной идет, там понимаешь, что все-таки к этому вопросу надо подходить несколько иначе. Но в большинстве компаний, о которых я встречал, это выглядит именно так. Вот. Поэтому HR будет смотреть именно на красные реперные точки, он будет сверять ваше резюме с тем листочком, который получил от главного программиста и смотреть, сходятся навыки или не сходятся. Поэтому все, что вы знаете, даже если знаете на 10%, на 15% или только начали изучать, все это пишем в резюме. Более того, очень часто оказывается, что очень многие вещи, которые написаны в вакансии, на работе не нужны. Просто они там есть, они это требуют у себя, когда вакансию размещают, вы приходите на собеседование, понимаете, что это ничего не нужно. Поэтому пишите все, вас так больше вероятность не позовут. Обязательно описываем свое образование, обязательное портфолио, портфолио сильно увеличивает ваши шансы на успех. Если его нет, его нужно сделать. Один-два проекта, пожалуйста, потратьте неделю, полторы, реализуйте их, приложите, это сильно вам помогает. Ну и самое последнее, если вы когда-то были замечены в опенсорсе, то это прям вообще бомба, пушка вас будет хотеть взять на работу, пишите об этом обязательно в резюме. Вот. Я вроде уложился в свое время, у меня все, может быть, какие-то вопросы есть, я готов на них ответить. Да, Александр, у нас был вопрос от нашего слушателя, он мне воздавал по переписке, вот все-таки не дает покоя, да, где искать стажировки начинающим IT-специалистам? Вот вы как уже опытный специалист, вот откройте этот секрет. Где искать что, стажировку? Да, первое место работы, стажировку. Первое место, вот я бы эти вещи не соединял, стажировку, лучше сразу искать первое место работы, говорю как есть, потому что стажеров очень много, и желающих их взять не очень много, вот, и там все это так индивидуально, все это сложно, и у вас будет очень много конкурентов на стажерскую вещь. Опять же, лучше искать работу джуниора. чтобы найти работу джуна, надо какой-то опыт показать, поэтому, говорит, делайте портфолио, сделайте всем своим друзьям, которым нужен, например, сайт, сделайте их. Вот, можете на фрилансе попробовать получить это дело. Если у вас будет портфолио, вас будет проще нанять намного. Вот, ну и прям грамотно надо составлять резюме, в резюме надо все написать, обязательно написать, что есть опыт, ну вот прям, ну это факт, если у вас стоит, что у вас ноль год опыта, вообще ноль месяцев, вас будут звать на 90% меньше, чем это было бы иначе. Поэтому найдите себе этот опыт, сделайте его портфолио, портфолио и опыт. Вот так, вот такой совет. Секрет вот такой вот. Уважаемые слушатели, есть ли вопросы к Александру, пишите в чат или задавайте голосом. У нас сегодня обещала быть компания с вакансиями для PHP разработчиков, но, к сожалению, вот мы вакансии публиковали, они не смогли принять участие. Знаете, в PHP легко найти работу, все-таки очень, фрилансы легко найти, PHP очень много где есть, PHP это очень часто язык, особенно в России, в любом мире много, потому что на PHP можно быстро все развернуть и очень много компаний его используют. На PHP проще найти работу, чем на том же Python, например. Ну, и последний вопрос. Вот приглашаю наших всех слушателей на Олимпиаду под JavaScript, если есть у нас такие разработчики, слушатели, кто учится этому языку. Как вы думаете, участие в такой Олимпиаде, победа в такой Олимпиаде, поможет ли добавить плюсы к собеседованию, к резюме? Конечно, это портфолио, это опыт, это все можно записать. Ну, если вы сможете преподнести в своем резюме, то, конечно, это будет плюс. Если вы просто напишите участвовал в какой-то Олимпиаде, то никому не будет интересно. Надо написать, в какой Олимпиаде, что было сделано, вот такой результат, и классно. Тогда да. Спасибо вам за советы, Александр. Переходим тогда мы к следующему нашему спикеру. Следующая компания, группа компаний «Авилон», Бородин Игорь и Макаров и Ракли. Коллеги, прошу присоединяться к нам. Добрый вечер всем участникам вебинара. Я немножко, так сказать, не указана здесь в списке, я хочу представить, у меня заводная одежда. Я немножко расскажу о сфере деятельности нашей компании на правом бизнесе, который мы сейчас имеем. А дальше уже присоединится мой коллега Игорь Бородин и уже более в деталях расскажет про те вакансии, которые открыты и, собственно говоря, сможет ответить на те вопросы, которые возникнут. Сама группа компании «Авилон» на сегодняшний момент это крупный динамично развивающийся холдинг, имеет несколько направлений бизнеса. Хочу сакцентировать ваше внимание на первом крупном направлении это автобизнес. Это самое масштабное направление в группе компании. Мы являемся официальным дилером на рынке, осуществляем продажи и сервисное обслуживание автомобилей. В нашем парке порядка 30 брендов автомобилей. сегмент от МАЗ до ДЮКС. Собственно говоря, второе крупное направление это автологистика. Соответственно, осуществляем транспортные перевозки по России и за рубежом. третье крупное направление это агронаправление. Мы имеем свои тепличные комплексы в Калужской и Тульских областях и выращиваем грибы, помидоры и огурцы. Также мы являемся торговым представителем на рынке под маркой Майор Лето. Собственно говоря, это тоже не все. Компания помимо этих трех основных блоков есть мы также вступим коммерческую деятельность в сфере ресторанного бизнеса, производства домашней профиндерии, аромосвечей и диффузоров. В целом как бы и аренда также у нас есть офисных помещений различного класса. Собственно говоря, у нас, так сказать, в нашем бэкграунде достаточно много направлений, мы большая крупная компания и сейчас как бы у нас в связи не только с активным ростом, но и в целом мы всегда привлекаем новых специалистов, которые будут интересны нам в рамках работы. Вот. Собственно говоря, по своему блоку о компанию я все сказала и хотела бы представить вам Игоря Бородина, это директор департамента IT. Нет, Даня. Добрый вечер. Да, даю вам слово, Игорь. Да, добрый вечер. Немножко о том, кого мы ищем и что это за компания. То есть Надежда уже сказала, что у нас много бизнесов и соответственно у нас холдинговые структуры есть выделенная IT-компания, IT-подразделение, которое обслуживает все вот эти компании, входящие в холдинг, то есть все направления. Соответственно, у нас направления разработки много. Первое основное из направления, которое я бы хотел рассказать, это разработка информационных систем на платформе 1С. Я хочу сделать акцент, что нам требуются именно разработчики, а не разработчики-консультанты и у нас очень много задач, крупных именно задач по разработке на платформе 1С. Это именно называя слово платформа, потому что у нас есть собственно разработанные конфигурации, есть конфигурации 1С, которые распространенные всем известные типы управления холдингом, зарплаты управления персоналом и так далее, но есть и собственные разработки, которые очень крупные и значимые, которые обеспечивают именно функционирование бизнеса с производственной точки зрения, то есть 1С это не бухгалтерия, которая у нас бухгалтерия, там процентов 5-10 от разработки, небольшая группа сотрудников, все остальное это обеспечение бизнеса, и наша цель как IT-компании сделать так, чтобы у всех сотрудников холдинга было как можно меньше непродуктивного времени, то есть мы занимаемся именно автоматизацией деятельности всего холдинга. Далее, кроме разработчиков 1С, нам требуются разработчики, у нас крупное внедрение системы CRM на базе Microsoft Dynamics, для этой системы мы также ищем разработчиков, она будет очень сильно дорабатываться, и поэтому кроме разработчиков 1С, нам потребуются соответственно разработчики под CRM Dynamics, кто это? Это те люди, те разработчики, кто имеет опыт разработки первое на C-Sharp на языке программирования, второе, сюда же это требуется JavaScript знания, это фронтальная часть Dynamics, и сюда же требуется разработчик баз данных на основе Microsoft SQL, то есть это вот три этих класса разработчиков, мы их ждем и ищем на разработку под платформу Dynamics. Далее здесь не указана еще одна группа разработчиков, которые мы ищем, мы с этого года открыли одно крупное очень направление, мы разрабатываем собственное хранилище данных, и нам требуются как разработчики, так и аналитики по направлению создания корпоративных хранилищ данных и разработчики BI-систем, Business Intelligence, разработка визуализации, аналитики на основе BI. Далее, нам нужны разработчики, которые занимаются разработкой на веб, фактически full-stack разработчики. Front у нас это JavaScript, это там View, это немного осталось написано на jQuery, и также у нас Back на PHP, это собственно сайт Avalon.ru разработан, если крупно, на этих технологиях, но на самом деле технологический стэк гораздо сложнее и крупнее, просто сейчас наверное не стоит об этом подробно останавливаться. Далее, кого мы ищем еще? У нас полный цикл разработки, соответственно у нас выделены отдельные люди, это аналитики, отдельно руководители проектов, отдельно соответственно разработчики, и у нас есть отдельная группа разработчиков, которые выполняют роль технической поддержки, это первая и вторая линия. Первая линия это телефонные консультации только, вторая линия это исправление небольших ошибок и анализ сложностей возникших проблем, которые возможно передаются на третью линию разработчиков. Нам требуется также бизнес-аналитики на все направления, которых я перечислил. Это люди, которые имеют опыт написания бизнес-требований, технических заданий, постановки задач программистов, участие в организации, которые люди, которые участвовали в организации тестирования, допустим, которые могут поставить задачу тестировщикам, вместе с ними написать сценарий тестирования и так далее. Те люди, которые умеют и которым нравится разговаривать с представителями бизнеса, находить совместные решения и формализовывать эти решения. Нам требуются руководители проектов. Это те люди, которые будут организовывать работу всех сотрудников. У нас в компании проектное управление, все задачи мы выполняем в рамках либо проектов, либо мини-проектов, которые себя представляют. Если крупный проект, то это waterfall, классическая модель управления водопадная. Внутри каждого этапа или подцикла waterfall некоторые команды используют скрам. то есть люди, которые хотят попробовать поработать, поразрабатывать и в такой и в такой методологиях добро пожаловать у нас есть то и другое. Что я еще хотел бы сказать о тех людях или о тех будущих наших коллегах, кого мы ищем. Мы рассматриваем все категории и весь диапазон, скажем так, опыта сотрудников от джуниоров до людей, которые имеют значительный опыт. У нас в компании активно развивается институт наставничества, то есть человек, который приходит к нам и имеет знания допустим только теоретически, то есть он прошел какие-то тренинги, мастер-классы или курсы, но реального опыта не имеет, но если уже какой-то бэкграунд есть, мы готовы его взять на работу, мы готовы выделить наставника и как можно быстрее ввести именно в нашу разработку. Работы очень много проекты крупные, чтобы иметь понимание такое, чем мы занимаемся, я могу назвать, например, такие вот крупные проекты, которые мы реализуем и интересные, а не передовые такие на рынке. Например, первое, это реализация бесконтактного приема и выдачи автомобилей при сервисном обслуживании, то есть у наших клиентов очень скоро будет возможность приехать на площадку перед довело нам подойти к специальной ключнице, записаться предварительно, подойти к ключнице, сосканировать там QR-код, откроется ящичек для ключа, туда ключ положили и уехали. У нас будет возможность заказ на ряд просмотреть, согласиться и подписать удаленно цифровой, электронно-цифровой подписью и приехать за машиной опять же в свободное время, когда возможно уже ближе к вечеру не будет пробок и машину забрать, если не будет никаких вопросов. То есть полностью без ожидания, ну как говорится без очередей. Еще один из крупнейших проектов, это как я уже называл сейчас, это создание корпоративного хранилища данных и формирование аналитической отчетности. У нас есть проекты по внедрению интеллектуальных, скажем, введения интеллектуального анализа нашей клиентской базы, чтобы при рекламе мы могли людям давать именно те предложения, которые им будут интересны. Это будет все на основе машинного обучения. У нас есть проекты по интеграции с сайтом госуслуг. Компания Avalon, одна из первых на рынке, предлагает уже сейчас услугу полного цикла подготовки автомобиля для клиента. Это означает не просто мы этот автомобиль подготовили, установили дополнительное оборудование, но мы еще регистрируем его в ГИБДД, изготавливаем номерные знаки, и клиент от нас выезжает полностью на готовом к эксплуатации автомобиля. И сейчас мы проводим работы по интеграции с сайтом, допустим, госуслуг, чтобы автоматизировать именно процедуру заявок на регистрацию автотранспортных средств. У нас также в этом году стартует крупный проект по внедрению системы мониторинга бизнес-процессов. Как я уже сказал, наша цель как можно сильнее, в большей значительной степени сократить непродуктивное время сотрудников. Мы будем смотреть, где на каких этапах у людей тратится больше времени, и мы будем автоматизировать эти этапы и сокращать именно временные или какие-то еще дополнительные трудозатраты. Если кратко, вот именно вот этот объем проектов я рассказал, проектов на самом деле гораздо больше. Вот так, чтобы было понимание, что все, что мы разрабатываем на этих системах и основная масса разработки будет на 1С, это вот я перечислил. Мы ждем людей любого возраста, любого опыта, готовые переговорить с каждым. На тестировании, которое проходит на первом собеседовании, задаем вопросы только технические и вопросы с той точки зрения. Они не сильно сложны, и цель наших вопросов, которые мы всегда задаем, это диалог. То есть пообсуждать, побеседовать на тему, что человеку знакомо, что нет. Наш тест, это не является системой оценки именно на выходе, что мы берем, не берем. Это только цель понять просто, насколько глубоко человек интересовался той или иной темой, где его знание лучше, куда его лучше применить. Мы ждем нашу компанию, как я сказал, людей с любыми знаниями, с любым опытом. Будем рады со всеми побеседовать. Если беседа закончат успешно, у нас будет взаимный интерес, готовы взять на работу. У меня все. Игорь, огромное вам спасибо за интересную презентацию. От вас еще будет кто-то выступать? Нет, мы в принципе все рассказали. Условия кратинка на экране там уже были по нашим условиям, но в принципе соцпакет, он стандартный для этих компаний. Ну, плюс еще так как мы автомобильный дилер, мы сможем предложить нашим сотрудникам еще скидки на приобретение новых автомобилей. И там и на техническое, и сервисное обслуживание, кстати, тоже. Это интересная опция, которую мало кто может предложить. Ну, действительно, таких компаний немного, которые открыты к, так скажем, к соискателям любого опыта и готовы рассматривать и определяясь, в какую сферу их лучше погрузить. Контакты здесь немного урезаны, я тогда прошу продублировать в чат полностью, если можно, электронный адрес, куда можно откликаться, и телефон или, может быть, сайт компании. Эльмира спрашивает, есть ли у вас такие возможности стажировки по направлению аналитик бигдата. На данный момент именно бигдата у нас нету, этого направления, поэтому, к сожалению, мы не сможем именно в этом направлении предложить стажировку. все перечисленные ранее, я так понимаю, что вы готовы рассматривать? Да, именно так, все правильно. Вот, Ираклий прислал адрес, куда можно направлять резюме, и я думаю, что с этого адреса можно и сайт понять, как туда перейти. Спасибо вам большое, что приняли участие в нашем дне карьеры. Будем ждать ваших вакансий, обязательно все опубликую в наших каналах, и если сейчас вопросов нет, я предлагаю тогда к следующему спикеру переходить. Наш следующий спикер Карина Султанова, Карина на связи. Да, добрый вечер всем, очень рада всех приветствовать. Я вначале расскажу про тренды в IT в сфере аналитики, потому что преимущественное количество участников из этой сферы я так поняла. Вот смотрите, ключевой тренд на усиление аналитических департаментов в корпоративных бизнесах, в крупном бизнесе, и он сохранится в 2021-2022 году. Наиболее востребованными будут аналитики с большим опытом в BI решениях, такие как Blue, Power BI, ClickView, а также кандидаты с опытом работы в Big Data. Основные тренды. Вот смотрите, если говорить про средний уровень дохода специалистов в области управления данными, примерно на 10% по сравнению с 2020 годом увеличился рост зарплат. Пандемия также способствовала расширению кандидатов на этом рынке. Многие компании, особенно, внимание, малый бизнес и стартапы в 2020 году не сумели сохранить уровень дохода своих сотрудников в связи с тем, что начали рассматривать предложения о работе в более стабильных компаниях. А крупный бизнес, наоборот, открывает новые роли в аналитических департаментах. Поэтому крупный бизнес, это прежде всего та область, на которую нужно посмотреть вам, особенно начинающим аналитикам. Почему? Потому что если вы получаете опыт в крупном бизнесе, то вы потом можете работать в любом бизнесе, хоть в среднем, хоть в малом, потому что такой уровень задач, бизнес-процессов, иерархии взаимодействия, степени сложности и стратегических задач, какой вы получаете в крупном корпоративном бизнесе, вы больше нигде не получаете. Поэтому если начинаете свой путь, попробуйте сразу попасть туда. Даже вот как вам рассказывал предыдущий спикер о том, что можно пробовать через проектную занятость. Вообще вот этот тренд на портфельную занятость, когда вы не сразу попадаете на фулл-тайм, но вы попробовали себя в нескольких проектах реализовать, заработали портфолио проектов, это совершенно точно то, что вас всегда страхует от невостребованности. Вот смотрите, если говорить про требования к дата-сиентистам, все чаще встречается знание Python или R. Для вакансии дата-сиентист востребованные навыки, это прикладной опыт работы помимо языков с Хандуп, Хайв и Спарк. Роли дата-инженер в крупной компании, небольшой фирме, будет различаться по функционалу и требованиям. Чаще всего от дата-инженера ожидают владение ETL-инструментами, знание SQL одновременно и Python и опыт работы, как я еще раз повторюсь, Хандук, Хайв и Спарк. Все больше компаний уделяют внимание работе с данными. Вот есть позиции BI менеджер, дата-аналитик. Новые роли в аналитике чаще всего стали появляться в фармацевтических компаниях и в FMCG компаниях. Отдельно я отмечу, что сейчас очень сильно растет агроиндустрия, в которой также потребность в аналитиках очень сильно возрастает. И вот есть стереотип о том, что агро это больше про выращивание скота или зелени и пищи. Нет. Очень много технологичных проектов, стартапов. Вот прям возьмите, загуглите Агротеч, карта Агротеч и посмотрите, какие есть направления. Это вам и биотехнологии, и смартфермы, и маркетплейсы, и чего там только нет. И вот каждым из этих направлений очень нужны аналитики. не говоря уже о классическом агро. Кого чаще всего искали в прошлом году и в этом году ищут? BI аналитик, data engineer, data analyst, data scientist, BI manager. Если мы говорим про то, что происходит в рамках цифровизации бизнеса, больше всего оптимизируют работы с данными и внедряют IT решения, что приводит к появлению в структуре новых вакансий. компании с не очень большим объемом данных открывают первые в структуре роли в области управления данными и зачастую в единственном числе. Если компания небольшая еще не накопила данные, то, как правило, есть возможность попасть в эту роль и возглавить эту функцию и управлять сразу этой функцией, но в единственном числе, но зато соприкоснуться со всеми задачами. А компании, уже которые много лет работают с большим объемом данных, конечно, они уже создают и набирают аналитиков не просто для анализа данных, а в продуктовые команды включают. То есть есть возможность зайти в создание какого-то продукта и анализировать там данные. Если мы говорим, например, про тренды в IT-разработке ПО, здесь тоже есть представители этого направления, то основные тренды такие, начну опять-таки с денег, зарплаты выросли на 5-10%, многие компании индексировали зарплатные зарплаты в этом году в IT-разработки. Популярность удаленной работы, она опять-таки создала еще больше условия для всех тех, кто в этом направлении, потому что вы можете работать на любую компанию из любой точки мира. в 2021 году по-прежнему сохранится высокий спрос на разработчиков ПО, Backend, Frontend, DevOps и специалистов в области автоматизации тестирования. И вот смотрите, внимание, сейчас идет тренд на появление новых ролей на стыке технологий. Поскольку внедрение, например, DevOps практик, оно способствует активному росту и развитию процессов автоматизации тестирования, то на стыке этих направлений появилась новая роль. Она называется QA-OPS. Аналогично DevOps процессам, QA-OPS представляет собой набор методов для организации непрерывного процесса тестирования и взаимосвязи между тестировщиками и разработчиками. Поэтому, если вы, например, сейчас как QA-инженер работаете и стремитесь прости по вертикали, то вот возникло еще такое направление, либо вы уже достигли какой-то медловой позиции в тестировке, то посмотрите на позицию QA-OPS. Это сейчас тренд и востребовано. Сейчас куда бы, например, я не рекомендовала идти в разработку. Это, наверное, в криптовалюту, потому что эти компании замедлили рост. И в целом, если вы поработали с криптовалютой, ну, по крайней мере, пока на российском рынке, кандидатов с этим опытом к ним стереотипное такое, двоякое отношение. А вот стремительный качок у нас виден в e-commerce, да, прежде всего, и поэтому количество вакансий в этих областях растет и будет прогрессировать и в будущем году, не только в этом году. Повторюсь, одной из приоритетных специализаций продолжает быть DevOps направление, и сегодня компания уделяет внимание развитию виртуализации, автоматизации и внедрению решений для совместной разработки. Если говорить про позиции, кого чаще всего искали, на первом месте Java Developer, потом Python Developer, QA Automation, JavaScript Developer, DevOps Engineer. и про последние IT, вот, Research and Development направления вам расскажу, про основные тренды, и потом расскажу про такие глобальные общие тренды, там будет слайдик, который визуально более удобно посмотреть. Вот смотрите, если говорить про направление Research and Development в IT, то требования работодателей к экспертизе кандидатов таковы. Молодой инженер, скорее всего, как молодые инженеры, вы, скорее всего, предпочтете сферу более популярной коммерческой разработки, потому что не видите какой-то перспективы научно-исследовательской деятельности, но есть такой резонанс в том, что компании, наоборот, предлагают более привлекательные позиции и зарплаты как раз в R&D части, в научной деятельности. Поэтому, если вы как-то плохо относитесь к R&D, к науке, то присмотритесь к этому. Спрос на инженера в этой части будет расти и в сфере ИИ, чем в разработке железа. Если поговорить про зарплаты, конкуренция за узкопрофильных инженеров будет больше, и практика удержания сотрудников с помощью финансовой мотивации будет значительнее. Развивается сегмент бесконтактных отраслей, технологии искусственного интеллекта, автономной коммерции, роботизации. Поэтому такие появляются как цифроводный двойник. И все, что связано с этим, это то, что будет развиваться. У нас на российском рынке доминирует интерес к искусственному интеллекту, развивается направление роботикс, но поскольку отрасль находится на стадии становления, и не очень хорошо привлекает исследователей, поэтому их там мало, и это возможность для начинающих специалистов перейти туда, где вас будут вкладывать деньги, будут вкладывать ресурсы для того, чтобы вы развивались, росли, поэтому присмотритесь. И опять-таки в этом направлении идет стек технологий, которые ищут. это акцент на Python и C++ одновременно. Знание фреймворков, как говорил предыдущий спикер, для конкретных областей, может быть, R&D, и деляется особое внимание софт-скиллам. Есть такое издание Гартнер, которое выделяет ряд перспективных направлений. Это комбинированная архитектура, прежде всего, микс искусственного интеллекта, 5G, биг-дата и аналитикс. Второе место занимает доверие алгоритмам, это нейросети, explainable AI и machine learning. На третьем месте это чипы без кремния, это значит разработки на стыке компьютерных наук и биохимической инженерии. И четвертое это формирующие ИИ, это значит технологии для одновременной аналитики данных, внимания аналитиков данных и обработки сигналов визуальных каналов, и пятый цифровой дневник. И соответственно в сегменте research and development кого чаще всего ищут компьютер vision инженеров, machine learning, deep learning инженеров, software инженеров C++, Python и C++, специалистов и product менеджеров. и в этой части нужны product менеджеры. Теперь Ольга, я попрошу вас вывести слайд. Да, тренды. Тренды основные такие, что IT-специалисты они должны брать на себя руководящие роли. Да, если прежде всего раньше каждый занимал свою функцию и точно выполнял какие-то задачи, то теперь есть тренд на то, чтобы IT-специалист становился и менеджером, в том числе и умел понимать бизнес, и умел переводить бизнес-языка для IT-команд задачи. Софт-скиллы. Софт-скиллы это must have, да, ваша адаптивность, ваша креативность, коммуникабельность, нетворк и личный бренд. Как правило, если раньше IT-шники не занимались личным брендом, да, и их трудно было находить, сейчас все-таки конкуренция среди вас возрастает, поэтому выигрыш тот, у кого есть прокаченный LinkedIn, есть прокаченный Facebook, есть свой open source, есть какие-то свои блоги. Это очень важно. Бизнес-мышление и деловые навыки тоже must have. Если говорить про антитренды, да, разработка и поддержка, они раньше всегда были изолированы друг к другу, теперь их объединяют. Сертификаты каких-то конкретных поставщиков, они обесцениваются постепенно. Если раньше хорошо относились к интроверсии и делали к этому очень большую скидку, то сейчас, наоборот, развивают экстраверсию в кандидатах, интроверсию не поддерживают. Поэтому, если вы интроверт, старайтесь хотя бы как-то искусственно развивать свою экстраверсию. И вот если говорить про предыдущее, то, что я вам показывала, однофокусные роли, они уходят. То есть нужно смотреть, как ваша специализация, как аналитик данных, а что я еще могу смежное делать. Поэтому обращайте внимание, какие смежные роли вы можете выполнять по своей профессии. Финансовая мотивация, которая была бесконечно в IT-рынке, она, конечно, будет присутствовать, но она не будет ключевая. В большей степени будут делать акценты на мотивацию нематериальную. И рост потребностей дополнительной, вот я вам на слайде прописала, разработчик мобильных приложений по-прежнему в топе, аналитик по информационной безопасности, архитекторы, девопсы, специалисты по данным, по бизнес-аналитике, да, они в разных интерпретациях везде очень-очень востребованы. UX, UE эксперты также. Это, пожалуй, все, что я вам хотела сегодня сказать. Если у вас есть вопросы, я буду рада ответить. Уважаемые слушатели, пожалуйста, пишите, задавайте вопросы, можно голосом, можно в чат, может быть, какие-то у вас есть сейчас наболевшая тематика. Карина, как эксперт лаборатории Карьерлаб, может вам подсказать какие-то ответы. Карина, может быть, расскажете про свою эксклюзивную рассылку вакансий? Да, смотрите, у нас есть сервис вакансий, я вам сейчас в чатик пришлю ссылку на сервис вакансий, вы можете подписаться на нее, это совершенно бесплатно и вам будет еженедельно приходить рассылка релевантная вашей позиции, там алгоритм, то есть как бы искусственный интеллект вам будет подгружать то, что вам подходит. Вы можете настроить еще под себя, сервис называется Fecancy, дополнительно, чем еще мы можем вам помочь абсолютно бесплатно? Вы можете задать нам вопрос, сейчас опять-таки ссылочку пришлю, куда можно задать вопрос бесплатно, мы вам ответим, только задавайте вопрос, пожалуйста, максимально развернуто, какая у вас проблема и в чем нужна помощь. Если вам нужно посмотреть ваше резюме, дать какие-то рекомендации по резюме, либо у вас есть проблемы, вы столкнулись, что вы не востребованы или в принципе не знаете, где искать каналы своих вакансий, то тоже можете написать, я вам подскажу. Если хотите, я вам сейчас могу подгрузить такое, здесь можно же подгрузить файли, Кольга? Давайте попробуем, по-моему, можно. С ресурсами, где искать вакансии для IT-специалистов. Сейчас я попробую подгрузить, можете себе скачать и использовать это. Так, я не вижу, кто мне подскажет, где здесь вакансий. Я думаю, что можно просто перетянуть его в сообщение. Ага, хорошо, сейчас, буквально секундочку. У меня есть подборка, она, конечно, не на сто процентов прям там вся полная, но я постаралась учесть. так, попробую перетянуть. У меня тоже почему-то не получается. Но я могу, Ольга, там, например, переслать вам, а вы потом участникам перешли. Давайте, я думаю, что, может быть, мы какой-то сделаем пост или рассылку. Да, вопросов нет, я смотрю. Да, я думаю, что мы уже больше часа сидим и, скорее всего, уже... Все усы подустали, да, конечно, особенно мы друг друга не видим, это немножко тяжело, да. Вот. Карина, большое спасибо вам за такой комплексный, интересный обзор рынка труда настоящего, за ваши такие тоже хорошие предложения по поиску вакансий, по возможности рассылки или консультации. мне кажется, очень актуальны для начинающих специалистов. дорогие друзья, наверное, сейчас тогда остановлю запись и еще какое-то время, может быть, появятся вопросы, я вам еще уделю какое-то время, чтобы побеседовать. тогда всем всего доброго, я желаю всем хорошей карьеры, если есть вопросы, не стесняйтесь, пишите. Мы бывает так, что не день в день отвечаем, но в течение недели мы все равно разгребаем и отвечаем на ваши вопросы. Можете всегда найти меня, например, в соцсетях, я тоже всегда открытая, пожалуйста, отвечу. Вот, всего доброго вам, до свидания. Карина, спасибо вам большое. Субтитры сделал DimaTorzok